Тяжелоатлеты Приморья каждый год начинают с одного особенного и значимого турнира. В январе юные спортсмены края традиционно съезжаются на соревнования памяти великого тренера и атлета Павла Лаптенка. Казалось бы, скромное мероприятие в календаре тяжелой атлетики собирает ежегодно во Владивостоке десятки выдающихся силачей. Соревнования среди юношей 99-го и до 2005 года рождения. То есть среди старших юношей и моложе, и также среди девушек. Сделаны эти соревнования краевыми, краевой турнир. На них присваиваться можно кандидат, мастера спорта и первый разряд. Возраст участников практически минимальный. Самым юным атлетам 10 лет. Уже в таком возрасте маленький силач способен поднять над головой штангу весом от 12 килограммов. Зрелище вроде и удивительное, однако не каждый родитель позволит своему ребенку тягать такие веса. Но, как оказывается, все подобные страхи напрасны. Наши дети занимаются с весом, который они могут поднимать на 10-15 раз, они поднимают его на 1-2 раза. Поэтому нагрузка под штангой очень минимальная. Никакие проблемы, ни с мышечной системой, ни с уставной не случаются. Владивосток представили три местных клуба – «Варяг», «Динамо» и детско-юношеская спортивная школа «Богатырь». В заявку попали только сильнейшие с немалым опытом. Но он, к слову, не всегда помогал. В противовес некоторым спортсменам шел долгий период отдыха. Довольно трудно в этом году, так как летом я не занимался, я уезжал к бабушке. В этом году было довольно трудно. Но сейчас я должен сделать на этих соревнованиях разряд, поэтому придется постараться. Турнир проходит уже в шестой раз, однако тот факт, что он посвящен памяти великого тренера, часто уходит на задний план. Павел Васильевич Лоптенок всю свою жизнь посвятил спорту. Был участником соревнований и наставником молодых атлетов. Ушел из жизни он в 2011 году. За два месяца до этой трагедии отметился последним достижением – чемпионством Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа в ветеранской категории. «Очень был знаком. Мы один институт заканчивали, физкультурой Хабаровский. Это вообще был очень отличный тренер. Он подготовил больше 20 мастеров спорта. Сам непосредственно участвовал, уже перешел в пауэрлифтинг и неплохие результаты показывал по ветеранам». Краевой турнир, к слову, станет для многих и проверкой перед дальневосточными соревнованиями, которые пройдут уже в ближайшие месяцы. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.